Добрый вечер. В студии Екатерина Романова и программа «Жажда жизни». Сегодня мы обсудим тему одного очень глубокого по содержанию и очень вдумчивого фильма, который сняла и придумала моя гостья Ольга Синяева, автор и режиссер фильма «Блев» или «С Новым Годом». Здравствуйте, Оля. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, товарищи. Оль, фильм начинается со слов «Я хотел нормально жить, а не далее». Вот это начало и, ну, я не знаю, начать с того, сколько вложено в этот фильм, наверное, сказать мало, потому как этот фильм снимался четыре года, насколько я поняла. Ну, вы знаете, с перерывом на рождение ещё одного ребёнка, потому что у меня четверо детей, с перерывом на осмысление, с перерывом на то, что сначала, когда я сняла и открывала просто все эти материалы, и я их потом закрывала, потому что я не могла подступиться даже. У меня, ну, просто начинало рыдать и всё. Вот, поэтому четыре года ушло, да. Четыре года ушло на съёмку, на сборку фильма? Съёмку, сборку, да. А ту идею, которую вы заложили в самом начале к этому фильму, она трансформировалась в этом процессе? Она реализовалась как-то по-другому? Или вот как задумали, ну, глобально, как задумали, так и реализовали? Что смогла осуществить. То есть задуманного было гораздо больше? Ну, нет, к сожалению, просто хронометраж такой нерезиновый, невозможно туда вместить всё, что хочется. Там 50 часов отснятого материала. И в результате фильм на 1 час 29 минут получился у вас. Да, да. И то говорят, что некоторые с трудом выносят всё это. Честно говоря, так. Я посмотрела этот фильм перед встречей с вами. И те эмоции, которые этот фильм оставляет, во-первых, их, не знаю, наверное, на все 50 метров, 50 часов, да, отснятого материала. Это невообразимая буря эмоций. Это и страх, и боль, и жалость, и грусть, и отчаяние, и отчуждение, и непонимание. Это такое количество слов, которые можно перечислять, 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 перечислять. Но, к сожалению, все они негативные. Вот все негативные. И в этом состоянии, наверное, очень сложно находиться после просмотра этого фильма. Фильм состоит из двух частей. В первой части вы рассказываете о детях, во второй части рассказываете о взрослых. Но я в целом рассказываю о системе. И в целом о системе. И вот эта фраза начальная, я хотел нормально жить, а не далее, по большому счёту это и, наверное, есть суть этой системы, да? Да, это такой пролог. Это, ну, в общем-то, основная мысль. Меня тоже немножко корят за то, что всё как бы получилось в отрицательном виде. Но, к сожалению, я показала то, что есть. То есть это данность? Да. Давайте тогда поэтапно. За что мы виноваты, да, дети? Фильм повествует о тех детях, которые... Это документальный фильм, надо на этом сделать акцент, я так думаю. И фильм повествует о том, как дети, попадая в систему, развиваются, живут, пребывают, что с ними происходит и как вообще их жизнь складывается. Вот изначально ребёнок, попавший в дом малютки, он... Что с ним происходит? У него система, у него всё хорошо. Есть кроватка, есть коляски, есть игрушки, есть там постельное бельё, есть воспитатели, есть еда, ну всё, он сыт, одет, обут, ухожен, всё у него есть. Чего у него нет? Ну это вот как раз об этом и речь, потому что большинство людей в нашей стране считают, что если ребёнок сыт, обут, одет, если у него есть комнаты Монте-Сори, а ещё лучше сенсорные, то всё, ему больше ничего не нужно, ему можно только позавидовать. И моей целью было как раз разрушить этот стереотип, потому что ребёнок, попадающий в учреждение, лишается самого главного на самом деле, за счёт чего развивается маленький детёныш. Мозг ребёнка к двум годам достигает мозга взрослого человека, и в нём происходит очень много таких связей, которые возможны только при контакте с главным, значимым для него взрослым. Неважно, мама, бабушка, но чтобы это был постоянный человек, который будет постоянно под него подстраиваться, он будет под него подстраиваться, он будет учиться всему от этого только человека, не от игрушек, не от сенсорной комнаты. Не от воспитательницы. Но воспитательница – это отдельная история. Воспитательница есть своя семья, свои дети. К сожалению, они приходят за зарплату и на работу. А вот в фильме есть такой акцент, что проводилось исследование, что у детей, попавших в специальное учреждение, проходит перед глазами в день до 60 сотрудников. Вот как вы наблюдали? Это так? Да, ну естественно, потому что постоянно в группу заходят какие-то люди. Я уже не говорю там про волонтёров, там и медперсонал, и нянечки, и там плотники какие-то, ещё кто-то. И постоянно вот этот вот круговорот людей вокруг этого ребёнка, а его лично ничего не касается. Понимаете, ребёнок вообще не контактирует вблизи ни с кем. Мы когда взяли Игоря, да, я не знаю, говорить об этом сейчас или нет. Конечно. Да, дело в том, что фильм, в общем-то, основан на моей жизни и на моём опыте усыновления. Мы взяли мальчика трёхлетнего из прекраснейшего дома ребёнка в три года. И вот в этот момент, когда я его взяла, когда я увидела, что с ним происходит, хотя он был просто вот такой дом ребёнка, это просто поискать. Невозможно такие условия создать. Ну, мало того, что он был 88 сантиметров, три года 11 килограммов весил, говорил только топ-топ. При том, что с ним занимались логопеды, дефектологи, ну, просто вот эти все 60 человек, все вокруг него крутились, да. Ну, это страшно было, потому что он бился головой об стену, он раскачивался вот так вот. Он, знаете, кто был для него мамой? Мамой была подушка. Он нализывал мокрое пятно на этой подушке, утыкался в неё носом, только так засыпал. То есть вот какой-то, хоть какой-то человеческий запах. Вы даже не представляете, как пахнут дети учреждения. Они пахнут, как какие-то старые куклы, которых достали, вот, я не знаю, с трясольки. Да. И они вообще не похожи на детей. То есть они абсолютно деревянные, понимаете? Они все замороженные. Он находился до года и двух в больнице. До трёх лет он находился в этом доме ребёнка. Но поскольку у него был условный ВИЧ, это вообще отдельная история, потому что там вот, к сожалению, не смогла снять, но очень хотела. То есть это можно было только снимать, знаете, белые двери, руки в перчатках, в резиновых перчатках, которые подходят там несколько раз в день, делают ребёнку укол, подкладывают бутылку. Всё. На этом заканчивается. И, естественно, он вообще не видел никогда вблизи человеческого лица. Понимаете, что это такое? Нет. То есть он нас всё время трогал. Вот лицо трогал. Потому что когда он раскачивался, я его брала на руки, чтобы его укачать. Ну, как мама. То есть ему настолько тяжело было понять, что вообще лицо бывает целостным. Не только глаза, закрытые вот этой марлевой там. Он же вообще не видел. Это же всё вот на расстоянии, да? То есть а вот тут вблизи он унюхал и увидел просто человека рядом с собой. Понимаете? Глаза, брови, нос, губы. И всё можно дотянуться. До всего можно потрогать. Да, да. То есть я его брала, вот так качала, он меня всё время трогал. Это то, что дети проходят в грудном возрасте. Вот в самые первые месяцы, когда идёт контакт с мамой. У него этого не было. И ему пришлось это получить только после трёх лет. После трёх лет, да. Вот в связи с этим, какое было у него развитие? Как он адаптировался? Он замедленный, понятно. Ну, естественно, задержка развития была психического, естественно. И, конечно, есть такой момент, как адаптация ребёнка после детского дома. Ну, вообще мне психологи сказали, ваше случай самый сложный. То есть вот если ребёнок был хоть какое-то время в семье, желательно в самом начале, да, то это, ну... Руки помнят, что называют. Всё проще, да, проще пережить эти травмы. А тут просто, понимаете, стёрта личность. Там её нет, к сожалению. Потому что они вот жили вот в этом, ну, как сказать, какая-то не толпа, в общем-то в таком зверинце, да, грубо говоря. То есть это комната, где несколько колясок, ой, кроваток. Да, но я имею в виду уже дети, которые ходят. То есть они взаимодействуют только между собой. А взрослые для них это какой-то такой интершум, то есть который ничего не значит в их жизни. Они просто знают, что они вот должны, как какие-то трамваи, ходить по расписанию. Вот мы по расписанию туда идём, сюда идём. То есть не учитываются личные потребности вообще. Вы это очень хорошо иллюстрируете в фильме, когда есть сюжет с маленьким мальчиком, не помню его имени, которого вы брали на руки, пытаясь успокоить. Он сильно раскачивался на кровати, пытаясь себя успокоить и заснуть во время дневного сна. И вот вы взяли его на руки для того, чтобы его приласкать, его погладить, успокоить, он у вас на руках описался. И после того, как вы пошли эту ситуацию как-то исправить, чтобы ему поменять бельё, он снова начал раскачиваться. То есть вот этот кратковременный момент, он работает на детской психике, они принимают эту близость. Но как только она заканчивается, они возвращаются в своё состояние. Нет, вот этот кратковременный момент не сработал, потому что он даже не понял, что с ним произошло. Он даже не понял, что его взяли на руки, потому что он сидел. Вот вы видели, что у него ножки торчали под 90 градусов в угол. Он не может расслабиться на руках, он не знает такой позы, понимаете? Этих детей научили просто принимать какие-то позы. Например, когда воспитанец говорит, ну, давай я тебя полюблю. То есть ребёнок вот так вот выгибается, да, и его просто обнимают. Ну или же там какая-то поза, когда моют после туалета. Всё. Или же Игорь до сих пор у нас улыбается вот так вот, натянута. Вот ничего не могу с ним сделать. Его так научили. Сколько ему лет? Ему 11. Ему 11, и вы его взяли в трёхлетнем возрасте? Вот эта ваша жизнь с его трёх лет до его 11 лет, она вас как изменила? Ну, она кардинально. Есть жизнь до, и есть жизнь после. Кардинально изменила, конечно. Вот именно это повлияло на решение снять такой фильм? Это ваша жизненная ситуация? Вы знаете, я не хотела вообще снимать. Я вообще не хотела снимать. Поверьте, мне есть чем заняться. У меня четверо детей, да. Но я просто сидела очень долго, смотрела, и как-то сама себя успокаивала. Постоянно читала новости, где написано, что у нас количество детей и сирот сокращается, у нас количество детских домов сокращается. Ну, а потом просто от людей, которые, так скажем, в теме, понимала, что ничего не происходит, если не происходит худше. Понимаете? Я все ждала, когда кто-нибудь что-нибудь вот такое снимет или покажет. Или когда происходят вот эти жуткие случаи в Америке, да, когда кто-нибудь выступит и скажет, что было с этим ребенком, и что было с этой матерью. Ведь никто не берет детей для того, чтобы их убивать. Ну, поверьте, ну, в Америке, что здесь, что в Америке, у нас у всех два глаза, там, один рот и одно сердце. И я прекрасно понимаю, со своей точки зрения, я прекрасно понимаю, я буду последней, кто бросит в приемного родителя камня. Это очень тяжелый труд. Это ребенок, который, как Маугли, не от мира сего. Да, к сожалению, очень трудно адаптировать. Но так вот, если вы увидите, первые впечатления очень от него приятные. Он вообще очень счастливый у нас мальчик. Очень симпатичный. И он, слава богу, нагнал в росте. Он говорит на трех языках сейчас. Но есть такие моменты, которые, ну, так, обывателю незаметны, но нам, конечно, заметно. То есть след остается на всю жизнь независимым. Да, я не знаю. Надеюсь, что как-то мы его все-таки постараемся нивелировать. Чем больше он будет развивать свой разум, аналитические способности, тем, может быть, что-то придет. Но пока у него вот эта матрица есть, дедомовская, очень-очень сложно бывает местами. То есть правильно я понимаю, что нужно как-то решать проблему на начальной стадии, чтобы не создавать эту матрицу. Только так можно изменить ситуацию, каждую конкретную личность не потерять. Вы имеете в виду, чтобы не существовали дома-ребенка? Ну, я имею в виду, что исправлять ситуацию всегда сложнее, чем ее не допустить. То есть профилактика этого – это работа с семьями, это изменение принципа, переход на дома, как в деревне Сос. Вот у меня была одна из мам, которая там работает. Это создание вот таких комьюнити семейного типа. Это какая-то работа по предупреждению, нельзя сказать слово «выбрасывание», я не могу применить это слово, но отказа от детей. Вот всеми этими вещами надо заниматься вплотную, в первую очередь, для того, чтобы не создавать вот эти раненые личности. Для все, что угодно, лишь бы не было вот этого массового воспитания, вот этого интернатного воспитания, особенно в раннем возрасте, это просто вот мы детей убиваем. Причем очень таким изощренным и… Садистским, наверное. Садистским, я даже не знаю, какого слова подобрать, жестоким, очень жестоким образом. Мы продолжим через мгновение. И снова добрый вечер. В студии Екатерина Романова и моя гостья Ольга Синяева, автор и режиссер фильма «Блеф» или «С Новым годом». А еще мама четырех детей, один из которых – ребенок приемный. Олина история – это история, собственно, одной жизни, наверное, ее непосредственной жизни, которая вышла за рамки семьи. И так уж получилось, что вся эта история с ее приемным сыном, с этой жизнью, с тем, что окружает, с несогласием мириться с тем информационным, закрытым на эту тему, с закрытой на эту тему ситуацией, побудила Олю снять фильм, который раскрывает, пожалуй, наверное, естественную картину происходящего. То, как работает система, как она создает, не знаю, роботов, наверное, потому что детьми этих людей… Причем страшных роботов, понимаете? Страшных роботов. Это очень тяжелая ситуация, которую Оля попыталась раскрыть и показать людям, как есть на самом деле. Мы говорили минуту назад о том, что дети, попадая в систему, становятся неживыми, наверное, да? Да. Если можно так подобрать это слово. Неживыми… Или живыми мертвецами. Сущностями. Почему это происходит? Потому что нет контакта у ребенка с непосредственно любящим его одним или двумя взрослыми. То есть мама-папа, бабушка-дедушка – это уже дополнительно, но основной контакт все равно идет с кем-то с одним, то есть с мамой. Да. Вот у меня, например, сейчас ребенок маленький, два с половиной года. И вы понимаете, весь мир вертится вокруг нее. Так получается. Все вокруг нее ходят. Вся семья. Да. И вся семья ей все время говорит, какая она, понимаете? Какая она хорошая, не такая вот, это сделала правильно или нет. И вот в этом ежедневном контакте, когда миллионы вот этих связей создаются, прикосновений, каких-то замечаний, вот они формируют личность. Понимаете? А у ребенка, в доме ребенка, его называют по фамилии. И с ним не просто, не контакт, ограничивают контакт, специально ограничивают. Я в вашем же фильме слышала интервью воспитательницы, которая говорила, а как иначе? Вот их у нас там 15-20. И не хватает рук, не хватает сил, не хватает времени для того, чтобы с каждым проконтактировать. А начинаешь, и тогда возникает цепная реакция. Он хочет больше, другие ревнуют, хотят тоже, а ты один. Это сломать нельзя? Это можно сломать, да? Нужна просто воля политическая, как у нас. Именно политическая. Однозначно. То есть это можно изменить только одним способом, убрав как явление системные учреждения. Ну, как явление, то убрать, к сожалению, явление, которое поставляет сирот, надо убрать для начала. У нас страна, которая, знаете, находится на первом месте в мире по количеству богатств, так скажем. Мы самая богатая страна, даже на душу населения. О ресурсах. Да. О зарплатам, олигархов, доходах. Ну, это мы пока не возьмем. Ну, вот так вот, в принципе. И, по-моему, мы находимся на 72-м месте в мире по расходу государства на население. Я не говорю, что нужно все отнять и поделить между всеми, да? Но когда в богатейшей стране 56% живут на зарплату ниже прожиточного минимума, из них 65% вообще просто за чертой бедности, вот это и есть. Это бесконечная фабрика сиротства, которая поставляет. Я уже не говорю о том, что вообще семья рушится, так посмотреть наши каналы, наш телевизор, который формирует мнение людей. То есть то, что вы поняли, снимая этот фильм, что одна из причин – это нищета. Однозначно. Нищета в стране. Да. Вторая причина – это вытекающая, грубо говоря, из первой – это алкоголизм. Алкоголизм, безнравственность. Это безработность. Все социальные болезни. И это формирует вот тот объем брошенных детей, которые у нас в стране живут. Конечно, конечно. Но самое ужасное то, что люди вот сами, представляете, даже из нормальных семей более-менее, но им просто нечем кормить детей. Они сами ведут своих детей в дома ребенка. У меня был такой вот на глазах случай, когда, значит, папа дальнобойщик, у него умерла жена. Ну и что? У него еще двое детей. Двое детей старших, они как-то могут сидеть дома без мамы, без папы? А младшего он отдал в дом ребенка. Но он же не может. Дальнобойщик, значит, это несколько дней с ночами. Да, и он не может. И никто ему не может помочь. И все. Я ему объясняю. Вы что делаете? Вы понимаете, вы своего ребенка не узнаете потом. Это будет не ваш ребенок. Ну что он делает? Что мне делать? Я рыдаю, и все. Больше ничего. Это тоже одна иллюстрация. Вы показываете в фильме женщину, которая отобрали ребенка. Женщина, которая употребляла спиртные напитки. Видимо, в больших количествах расстабрали. У которой страшная и ужасная, и, наверное, какая-то непостижимая ситуация, когда при всем том, что она встала на нормальный путь, при всем том, что она нашла силы в себе отказаться от алкоголя, закодироваться, начать жизнь, грубо говоря, в нормальном течении жизни, но она, приходя к своей дочке, живущей в доме ребенка, уже не имела тот контакт. Уже этот контакт был потерян. То есть ребенок, попавший в систему, даже на месяц, даже на три месяца, он уже черствеет, коченеет, застывает. То есть вы видели, что она просто как деревянная, она ее берет, а ребенок просто вот как деревянный весь. Нет эмоций. И Антония спрашивает, что с тобой, Настенька? Ну что случилось? Почему? Я же мама твоя, я пришла к тебе, я люблю тебя, давай я тебя обниму, давай я тебя поцелую. А ребенок висит на руках, вот так вот, как кукла. И руки в стороны расставлены, и ноги висят, и лицо отрешенное, абсолютно отрешенное лицо. Это вызывает не то, что холод, это непостижимо, необъяснимо, почему это происходит в этих учреждениях. Там же люди, там все окружает, все вроде бы по фильму, они заботятся, они такие, ну понятная работа, но тем не менее, это на самом деле немножко показная история, да? Нет, это не показная. То есть там действительно нормальные, добрые люди работают? Нет, 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 замечательные люди, особенно в Доме ребенка, я им только вот, понимаете, могу посочувствовать, единственное что, потому что вот я сама попробовала там поработать, это невозможно. То есть это надо либо лечь, я не знаю, там на пол, и они все на тебя заползут, и вот так лежать целыми днями, потому что они как пустые батарейки, им вообще надо напитаться всем этим. И вот если честно, у меня самое жуткое было ощущение, вот это был, когда Новый год, и воспитатели там ушли переодеваться, я осталась с ними одна, и как раз им раздали вот эти конфеты, подарки, да? Как они их ели? Как они их ели, это отдельно, но дело в том, что они потом на меня вот так пошли, а я сидела как раз на полу, и вот они идут, вы знаете, абсолютно холодные, безэмоциональные, такие как зомби, идут и говорят, тетя, дай конфетку. Это ужасно страшно, это маленькие дети, трехлетние, понимаете? То есть у них какая-то средняя по группе температура тела. Ну да, но у них просто ампутирована душа, понимаете? Им не жарко, они не хотят есть, они едят только по расписанию, они в туалет ходят только по расписанию, у них вся жизнь структурирована, и структурирована не ими самими, Да, они не понимают, что они хотят, вы понимаете, у них нарушается вообще контакт с собственным телом, они не понимают, когда им холодно, когда им больно, когда они хотят в туалет, потому что все за них решено. Они не могут об этом никому сказать, они не могут сказать, что они вот хотят наесться сейчас, вот что-то им, что-то где-то жмет, они ко всему привыкли. Вот Игорь, например, до сих пор, у него такая очень низкая чувствительность, то есть он до сих пор очень многого не понимает, он может ходить там на лице, у него может быть грязь, он не чувствует. Это вот эта фраза, кусок хлеба, как шоколадка. Вот я увидела, что дети не могут наесться. Почему? Да, но они заедают вот это вот свое горе, они пытаются компенсировать вот эту депривацию. А депривация — это и есть лишение, лишение вот самого главного эмоционального контакта с близким взрослым. Вы знаете, я обратила внимание в вашем фильме на один момент, когда вы беседовали с сотрудницей опеки и попечительства и спросили у нее, что такое депривация. Она ответила, что не собирается на эту тему говорить, поскольку есть отдел социальной политики, и они занимаются этим. Но мне показалось, что она говорила о девиации, а не о депривации как таковой. Но даже если девиация, то социальная политика при чем? То есть есть немного разницы. Социальная политика занимается наверняка детьми, которые плохо себя ведут, так называемые, в том числе. То есть определяет их существование, их исправление, на путь исправления их определяет. А девиация — это же совсем другое, это же психологический термин, это как раз то лишение телесного контакта. Депривация, да. Это отсутствие развития личности, это больше смысл, чем она в него вкладывает. Вот они такие, там работают в опеке такие бумажные люди, вот фамилия, имя, все на бумаге только. Ну да, но, к сожалению, это чиновники, как и везде. То есть без разницы, то, что они работают с детьми. И они не понимают специфики всей этой работы. И может быть, это не их вина, но это, конечно, наша общая беда, потому что они очень многого не понимают. Им легче изъять ребенка, поместить в учреждение, и они считают, что это хорошо для него. И почему я спросила, знаете ли вы, что такое депривация? Депривация? Потому что они же как доктора, понимаете, как вот хирурги, которые режут, да, по-живому. Но они должны знать последствия этого. То, что они делают, и... А что будет за этим, да? А какая будет фантомная боль? А какая будет перераспределение, там, способности и возможности организма? Они обо всем этом не думают. Дал, принял. Да. Отпустили. Да, им самое главное, в общем-то, снять с себя ответственность. А те люди, которые работают в домах малютки, в детских домах, они же со всем этим живут, с этими людьми, они видят их каждый день. Но это невозможно. Если ты будешь каждый раз вот с таким вот распахнутым сердцем приходить туда, то очень быстро перегоришь. То есть возникает профессиональный цинизм, да? Без него невозможно. Ну да, да. А как исправить ситуацию? Ну, во-первых, я считаю, что дома ребенка это вообще надо просто исключить. Просто надо людям всем понимать, что это концлагерь, где маленькие дети отбывают свое детство и с тяжелейшими последствиями. Просто с катастрофическими. Что за этим стоит дальше? После дома малютки они попадают после трех лет, да? Кроме того, они все время идут по этапу. Да, то есть мало того, что у них даже если вдруг какая-то сформировалась привязанность хоть к кому-то из воспитателей, это все время все обрубается. То есть из одной группы в другую, из одного учреждения в другое. Ну, в общем, как картошку. Их, понимаете, сортируют. И они уже, конечно, они уже не чувствуют ничего. Они уже не умеют ни любить, ни сострадать, и не понимают вообще никаких человеческих чувств. Именно это ведет к тому, что вырастая уже во взрослое состояние к 18-м годам, они все преимущественно проходят через колонию. Ну, можно сказать, не все, но то, что, конечно, проблемы у них в социализации огромнейшие. И вот это вот асоциальное поведение, это не результат генов каких-то плохих ДНК. Это вот именно результат вот этой депривации в раннем возрасте, потому что они не умеют понимать человеческие чувства, они не понимают человеческих эмоций. Ну, я же вам говорила, да, то, что ребенок никогда не видел человеческого лица. Откуда ему догадаться? То есть они, соответственно, нарушают все время какие-то границы, они идут на конфликт. Вот эта вот перенесенная депривация ведет к агрессии. И, в общем-то, в раннем возрасте вообще у ребенка из-за того, что у него постоянный страх, вот этот вот страх и непонятность, что с ним будет дальше, у него просто отмирают клетки мозга определенные, которые отвечают за эмоциональное ощущение, за понимание вот этого. И все. И обратной дороги нет? Нет, очень часто необратимо. Мы продолжим через минутку. И снова добрый вечер. В студии Екатерина Романова и Ольга Синяева, автор и режиссер фильма «Блев» или «С Новым годом». Фильм, о котором говорим мы в сегодняшней программе. Фильм, который не может не вызвать очень глубоких эмоций, связанных с негативными ощущениями, с негативными чувствами. И история эта документальная история о нашей жизни, история нашего государства. Это история о детях-сиротах, которые попадают в систему учреждений. И минут назад мы говорили о том, что все они идут по этапу, и их социализация формируется как раз вот этим путем. От точки до точки. От точки до точки. И страшно в этом то, что они не имеют возможности получать тот необходимый набор ощущений и чувств, который формировал бы в них нормальную, правильно развивающуюся личность. Вот с этой потерей и с этим очерствлением они и живут дальше по жизни. Что с ними происходит? Что вот дальше? Ну вообще вот самая главная вещь в жизни, которую формирует человека, это привязанность. Привязанность, вот она как стержень для личности. И если этого стержня нет, то если представить личность как пирамидку, все остальное распадается. Можно сколько угодно другое нанизывать, но вот этого стержня не будет внутри. И что с ними происходит дальше? Ну, статистики у нас нет по этому делу, не ведется. Была какая-то статистика всего лишь 99-го года, когда в генпрокуратура один раз оговорилась, что только 10% социализируется, 40% попадают в тюрьму, 40% становятся алкоголиками, наркоманами и погибают. 10% заканчивают самоубийством просто в первый же год после выхода из учреждения. Но поскольку официальной статистики нет, вот общественники, в том числе Александр Гизалов, он подтверждает, что где-то только 10% от 7 до 10 более-менее как-то адаптируется к жизни. То есть правильно я понимаю, что когда заканчивается школьное обучение, вот 11-й класс закончен, они выпускники, их поздравили как в школе, собрали всех выпускников. Ну, до 11-го редко кто-то там доходит, там нет такого, там, в основном, всего 9-й класс. Да, и ПТУ. То есть это еще и 14-15 лет. Да, на основном. И все. И дальше они в этом возрасте еще, по сути, по законам нашей страны, несовершеннолетним, но уже с паспортом, они в распахнутую вот эту вот светящуюся, как вы показываете в фильме «Дверь», как в коридор, да? Как то, как мы представляем себе, как уходит душа куда-то наверх, да? Да, так и есть. И вот в этот страшный, неизведанный, непонятный, потому что никто не объяснил, потому что все, что было в учреждении, было вот за них уже расписано, за них придумано. И они оказывают ситуацию свободы стопроцентной. И что делать? Ну, естественно, они приходят к нам. То есть люди, которые мне говорят, знаешь, Оль, ну, вообще-то нас это не касается, потому что, ну, я своих детей не бросал, у меня все хорошо, почему я вообще должен об этом думать? А вот именно поэтому. Потому что если вы сейчас не хотите думать о том, что вот рядом с вашим домом, а эти учреждения находятся просто вот... Рядом с нашими домами. Да. Что рядом с вашим домом вот существует концлагерь для детей. Я по-другому это не могу назвать. Можно это не замечать. Можно вообще дальше жить спокойно своей жизнью. Но они, когда выйдут, они заметят вас. И тогда мало не покажется. Потому что таких людей, которые выпускают, выращивают эту систему, называют отморозки. Понимаете? Вот, кстати, об отморозках. Почему это происходит? Я для себя нашла одно откровение, которое я даже не могла себе предположить, что такое возможно, несмотря на то, что заканчивал медицинский вуз и психологический факультет. Детей, содержащихся в детских домах, отправляют принудительно, поголовно на психиатрическое лечение. Причем герой вашего фильма, настоящий герой, живущий в этой жизни, это непридуманная история, да? Рассказывает о том, какое лечение там проходят эти дети. Аминазин, галоперидол. Это лекарства, которые подавляют волю и без того уже системно подавленную. То есть это превращение человека в растение, в обемное состояние, когда нет даже противодействия никакого. А вы знаете, что такое сера? Вот он говорит сера, аминазин, галоперидол. Сера – это вообще, то есть это совершенно не лечит ничего, это просто парализует мышцы. Это понятно. Но я же говорю, превращение в растение, в растение подобное состояние. Зачем? Ну просто их как-то нужно привести к норме, их нужно купировать. Естественно, у детей, которые находятся все время вот в этой закрытой, неестественной среде, любого человека туда помести, через какое-то время начнет ехать крыша. Просто-напросто. Потому что находиться рядом с какими-то постоянно людьми, детьми и вот в этом жить, не имея никакого личного пространства. То есть они там все вместе в туалет ходят. Не имея никакого… Ну как бы… Личностного развития. Да, личностного развития, не имея ничего этого. Естественно, у детей, особенно в подростковом возрасте, начинаются проблемы с поведением. Вот как раз в этом периоде возникает девиантное поведение, которое и вызывает такую реакцию. Он неуправляем, с ним надо что-то делать, и оно давая их всех укладывать в психиатрические клиники на лечение. Да, ну и при том, что это… Но это же не работает. Это зачастую даже не из-за того, что очень сильно плохое поведение. А вот, как, например, Андрей говорил, главный герой, которого отправляли четыре раза в психушку, он говорит, ну просто вот директору надоели дети, он от них таким образом избавлялся. Отдыхал, так скажем. Это, конечно же, не работает. Это только вредит, и очень сильно токсичные эти лекарства. Они вредят здоровью, они вредят психике. Если вы видели, воспитатели рассказывали потом, что дети, в общем-то, ну две недели они ходят как зомби, и потом с ними ничего не происходит в лучшую сторону. Ну, заканчивается последствия деятельности этих лекарственных средств, да, периоды полного выведения, да, из организма. И всё возвращается, как будто и ничего не было. Да, совершенно верно. Потому что это, понимаете, это даже не вина, значит, учреждений, это вина вот этой всей системы порочной, понимаете, которая была придумана когда-то уже очень давно, и до сих пор не то, что она существует, она процветать начала, понимаете, в чём дело. И ничего не могут сделать, ничего не могут ни общественники, ни фонды всевозможные, никак не могут растрясти, вот эту вот ситуацию. И именно для этого я сняла этот фильм, чтобы, ну, в конце концов, ну, увидьте уже это, что там происходит. То есть это, по сути, если говорить образами, это некая структура, которая составляет себе промышленную историю, да? То есть это... Да, совершенно верно. Ну, не совсем торговля, но тем не менее какая-то странная организация, приспособление детей в этом пространстве, да? Ну, это оказалось очень выгодно ещё. Выгодно финансово? Да, финансово. Вот вы приводите цифры в вашем фильме. Один ребёнок по бюджету выделяется на него полтора миллиона рублей в год. Ну да, если в среднем считать. То есть если вспоминать интервью там Павла Астахова от... Если вспоминать интервью Павла Астахова от 2011 года, вот он называл такие цифры. От 300 тысяч до 2 миллионов рублей на севере Красноярского края. То есть в зависимости от региона там разная стоимость, да? Так. И... Ну, это немалая сумма. Это совсем немалая сумма. Это даже с учётом того, что сюда входит там и жильё, там ремонт этого жилья, и одежда. Не-не-не, это только на содержание. Только на содержание? Только на содержание. Ну, это же больше 100 тысяч в месяц. Это огромные деньги, да. А вот как общественники называют, это где-то 500 миллиардов рублей в год. Я вообще открывала вот эти все целевые... На всех, да, по программе? Да, да. Я открывала вот эти целевые программы «Дети-сироты», да, федеральные. Такие цифры, которые я понимаю, что я даже не знаю, как произнести. А в реалии? Ну, а в реалии мало того, что вокруг этих детей ещё постоянно куча спонсоров крутится, да, которые всё время подсовывают там, всё что угодно. А в реалии, вот мы посчитали, значит, у нас получается 0,3 памперса в день на каждого ребёнка, в доме ребёнка, половина из которых маленькие совсем дети, да, до года, и инвалиды. 0,3 памперса. И в рублях это 77 рублей на ребёнка в день. 77, да. В одном регионе, не буду называть, значит, директор дома ребёнка написал письмо, что невозможно детей прокормить на 55 рублей. Вот, её уволили. Её уволили, и я просила об интервью, но она настолько, ну, просто попала в больницу после этого. Одна из воспитателей, которая в вашем фильме давала интервью, сказала, я нужна государству только на выборы ходить. Это другая зарисовка этой же истории. Те люди, которые работают в этой системе, в таких учреждениях, они-то нормальные? Ну, очень сложно, конечно, там оставаться нормальным. Естественно, они выгорают, естественно, они выстраивают какую-то собственную защиту. Но это просто от отчаяния, она сказала. Они в ужасных условиях. И все люди, можно сказать, в Средней России, которых я встречала, просто в ужасных условиях находятся сейчас. И зарплаты те, которые в этих учреждениях, они такие же самые низкие по стране? 4-7 тысяч рублей? Просто нежайшие, нежайшие. Они на эти деньги вообще не способны просто даже выжить. Когда они начинают это рассказывать, и причем со всеми, я просто уже не могла все это собрать в фильм, потому что начинаешь разговаривать о детях, и все съезжает на их уровень, на том, что они все находятся в такой же ситуации. Да я вам больше скажу, я сама в такой же ситуации нахожусь, при том, что я, в общем-то, обеспеченная москвичка и так далее. Потому что у меня четверо детей, и муж, слава богу, который крутится как сумасшедший и пытается нас обеспечить, но вдруг вот он не станет. Ну, все под богом ходим. Мне государство платит 4 тысячи рублей. То есть это... На четверых? На ЖКХ отдать даже не хватит. Понимаете? И что дальше мне делать? Кто меня возьмет на работу с четырьмя детьми? Вот. То есть многодетность нашей семьи стоит под угрозой именно из-за того, что нет социальной работы. Недостаточной... Нет понимания этих проблем. Да просто нет поддержки. Вы понимаете? Вот если, например, моих четырех детей у меня заберут и отдадут кому-нибудь, вам, например, под опеку, вам будут платить по 20 тысяч рублей на ребенка. То есть вы получите 80 тысяч. Ну, еще плюс какие-то льготы. А я, как мать, пойду и повешусь. Да. Учреждениям тоже нужны дети. Эта фраза также звучит в вашем фильме. Это характеризует как раз вот эту финансовую, структурную взаимосвязь, да? Да. То есть это все-таки бизнес? Ну, к сожалению, это так. Потому что это очень выгодно. Естественно, дети не спросят, где наши деньги, да? А выделяются ежегодно и прокручиваются колоссальные средства. И ничего в итоге не решается. Потому что и интернаты держатся за этих детей. И я не знаю там уж какое руководство, кто там, где, чего это все делит и пилит. Но факт в том, что до детей практически не доходит ничего. Проблема не решается. И все остается на том же месте. Если не хуже. Значит, вводятся новые законы, которые все больше и больше закрепляют детей в этой системе. И они, соответственно, вырваться оттуда не могут никуда. То есть невозможно уже дальше идти вперед с такой ситуацией. Нужно что-то сделать, чтобы развернуть ее в другую сторону, чтобы изменить. Именно это желание вас, наверное, заставило обратиться к такой форме. Ну, безусловно. Поскольку вы журналист и режиссер по образованию. И имели такую возможность. Вот чем могу, да? Достучаться чем могу. А как достучаться? Вы пришли, вы начали заниматься этой темой. Вы пришли и увидели, что страх и ужас. Что дети деревянные. Что воспитатели нищие. И со временем деревянные. Даже приходя в эту систему, люди становятся. Что средства выделяются колоссальные. Что опека не понимает, не знает, что происходит. Для них это фамилия, имя, год рождения. Определение места, положение. Что дети с возрастом погибают, выходя из этих учреждений. И не могут адаптироваться. Что нарушение личности такое, что не восстанавливается до конца. Даже за всю жизнь не может восстановиться. Потому что в вашей практике... Да, и никакой любовью и ничем уже не изменишь. Уже из 3 до 11 лет, это 8 лет, ваш приемный сын живет с вами. И получает весь тот контакт, получает всю эту материнскую любовь. Но тем не менее, это не работает до конца. Не исчерпывает. Самое важное... Знаете, как говорят, после трех уже поздно. К сожалению, мы упустили самый важный период его развития. Но тем не менее, конечно... Я просто сделала этот фильм, немножко так прикинув ситуацию. Если бы Игорь не попал в семью, а у него уже была путевка в детский дом. Я его прям перехватила. И что бы с ним произошло, если бы он не попал в семью? Ну, то есть, мама моя, когда посмотрела, сказала, ну, точно. Вот он бы либо сел, либо в психушку попал. Однозначно, абсолютно. И ведь попадает? Ну, естественно. Вы видели этих людей, которые лежат в психиатрической... Уже взрослых, да? Выпускников детских домов. Ну, я в саму психиатрическую лечебницу не попала, но видела, да, после. А как проходили съемки фильма? Вот были какие-то барьеры? Что-то мешало получить истинную картину? Безусловно, мешало. Но я могу сказать, что это вообще фильм состоялся только благодаря моим личным связям. По-другому бы ничего не получилось. И я, конечно, благодарна всем моим друзьям, которые откликнулись, помогли. Это и Радио России, и программа «Детские вопросы». И просто даже «Друзья детства», Илья Юров, который сделал все, чтобы этот фильм состоялся. Потому что я с этой бедой к ним пришла. На самом деле, пыталась и президенту я писала, и руководству нашего Первого канала писала. И они даже откликнулись. И, в общем-то, мы даже начали что-то такое делать. Но я поняла, что у нас вообще разные задачи. Понимаете? Потому что я им про депривацию, они мне говорят, вот, знаете, нам нужны такие вот истории, там, четыре. Отмонтируйте. Четыре положительных, там, две отрицательных. Ну, вот, все своими дурацкими этими историями придумывают. Поэтому я пошла своим путём. И когда я приезжала, да, там, просто в учреждения, в которых не было у меня этого личного контакта, там, конечно, очень-очень все напрягались. И самое интересное, например, разрешали снимать, там, и детей, и разговаривать с детьми. Но когда я подошла к бабушке, которая сидит на вахте, прибежали все. И директор детского дома, и опека, и все вокруг меня. Я думаю, а что такое? Я говорю, ну, понимаете, ну, театр начинается с вешалки. Вот я просто хочу с человеком. Что-то такое может там через неё, значит, просочиться, понимаете? Что меня нужно срочно, да. Всех остальных проинструктировали, да? Давайте мне директор, давайте я вам расскажу. Ну, давайте это, ну. Ну, то есть откровенную правду, наверное, до конца и не удалось получить. Ну, я так думаю, что достаточно удалось, по крайней мере, по рассказам, по разговорам, которые я знаю. Я всё-таки зацепила основное. И я помню, эта директриса этого детского дома сказала, что, вы понимаете, у нас, конечно, не тюрьма, но у нас закрытые учреждения. Вот это вот основной такой постулат. Вот это то, что у нас закрытые учреждения. А вы понимаете, да, что там творится за этими стенами, никому неизвестно. Но, тем не менее, фильм получился. И фильм очень серьёзный. Час 29 минут, разбитый на две части, и досмотреть до конца сложно. Вот лично я, смотря этот фильм, порывалась несколько раз остановить его. И это невозможная обилие чувств, которые просто пережить даже тяжело. Как вы думаете? Я всё чувствую. Как вы думаете, люди посмотрят? Смотрят, смотрят. И вы знаете, как ни странно, ещё и говорят очень много спасибо. Что открыли глаза? Нет, вы знаете, я думаю, что люди, которые немножко в курсе были, немножко в теме, они говорят, что, может быть, в конце концов вот за этого что-то изменится. Потому что вот существует такое у людей понятие, что если ты не увидел чего-то своими глазами, то этого якобы не существует. И мне очень сложно было очень много людей, да, там и учителей, объяснять, что с Игорем. Ну, я просто устала уже от этого, понимаете, всем объяснять. И на меня так смотрят немножко, ну, со странностью, думаю. Нет, вы понимаете? С этой стороны, и мамаша у неё покажет. Да, да, да. А вот фильм вы показываете уже кому-то? Где его можно посмотреть? Да, я его потихонечку так показываю. Вообще, премьера намечена 18 декабря в РИА Новости. Мы его, понимаете, он от меня уходит. Я его ещё не демонтировала до конца, но он уже как-то хочет своей жизнью жить. И он уже поехал по городам? Да, причём так. Причём показывали, да? Какая реакция? Что говорят люди, просто посмотрев? Ну, мне лично, конечно, очень приятно то, что говорят, что всё в десятку, и что очень правильно расставлены акценты. Есть люди, которые, конечно, не выдерживают и не хотят, в общем-то, поверить в это. И мне их просто, ну, жаль. Я понимаю, что это очень тяжело переварить, потому что есть своё какое-то мировоззрение и стереотипы, которые сложились, и ты вдруг видишь, что на самом деле всё не так. Ну, и, конечно, вот это чувство вины, которое все начинают сразу на друга переваливать, потому что я не виноват. И у человека первое, что пробуждает этот фильм, это, в общем-то, совесть, которая задаёт, и мы видим какие-то неприятные вопросы этому человеку. И человек пытается как-то от этого уйти и защититься. А что ты сделал, да? Да. Вот. А ничего? А я не виноват? Я не виноват. А чиновники видели этот фильм? Кому-то показывали? Ну, тут, конечно, всё гораздо сложнее, потому что многим отправили, и вроде бы даже как посмотрели, но тишина. То есть вот у нас, я так думаю, что либо, если эта волна пойдёт только сверху, вот, или совсем снизу. Я уже не знаю, как. Снизу массово, да? Да. Специалисты из детдомов видели? Вот те, кто там работает непосредственно, где вы снимали эти сюжеты? Вы им показывали? Нет, им я ещё не показывала. Видели просто специалисты, видели психологи, неврологи. И вот это вот, конечно, самое шокирующее, то что люди, специалисты, профессионалы, они не представляют, что происходит с детьми, ни с маленькими, ни с большими. То есть вы по большому счёту им открыли глаза? Ну, надеюсь. Вот на полную картину, да? Да. От начала истории до её окончания, от начала жизни в системе до физиологической или фактической или идеологической смерти личности. Ну, да, в общем-то так. Как вы думаете, достучаться можно до небес? Ну, я не знаю. Вы, может быть, подскажете мне, что мне сделать? Я не знаю, там на Красной площади, может, что-нибудь прибить. Я уже не знаю, что нужно сделать, чтобы вот на это обратили внимание. Ну, что мне нужно сделать? Почему нужно посмотреть этот фильм? Ну, во-первых, потому что это рядом с вами. Это просто вот буквально такие шаговые доступности, так скажем, существуют. И я, например, когда еду из своей новой Москвы, уже старую Москву, я проезжаю там один психоневрологический интернет, один детский дом, один дом ребёнка. И я каждый раз, вот понимаете, я вот посмотрю, как люди мимо этого спокойно проходят, как мамашки там играют с детьми, рядышком совсем, прям на площадке. И я понимаю, что, ну, это невозможно. Это невозможно, чтобы это существовало сейчас, в 21 веке, вот тут вот рядом с нами, с благополучными людьми. Просто так жить нельзя. И надо начинать что-то делать. Ну, честно признаюсь, мне сегодня было нелегко говорить с Ольгой, потому что я нахожусь, и сейчас ещё нахожусь под впечатлением от просмотра этого фильма. Я его посмотрела сегодня, буквально за час до нашей встречи. И всё, что хочется, ну, естественные желания после просмотра этого фильма – это молчать. Молчать, молчать, как в реквиеме. Прямо вот совсем не хочется говорить, потому что страшно. Потому что страх той потери, которая пронизана, которой пронизан весь этот фильм от начала до конца. Имеешь ли ты детей и представляешь себе, не дай бог каким-то образом их потерять, или с тобой что-то случится, и дети попадут в систему. Тех детей, которые живут рядом, и которых ты видишь вокруг, какие они беззащитные. Всё оголяется, как нерв, как провода, которые в какой-то момент могут закоротить. И вот важно, чтобы вот это ощущение, я думаю, что оно будет как-то трансформироваться в моей личной практике уже. Важно, чтобы это ощущение пережили большинство людей, особенно тех, которые имеют к этой системе отношения. Оля, вам огромное человеческое спасибо за то, что вы взяли на себя эту ответственность, и за то, что вы дали возможность людям открыть глаза на то, что происходит с нашими детьми. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо, что вы обратили внимание, что вы неравнодушны. Я думаю, что мы вместе все, если соберёмся вместе, мы все сделаем что-то. 18 декабря в РИА Новостях, а также следите за сообщениями, в том числе и на нашем сайте. На сайте Финам.ФМ мы постараемся дать информацию о том, где и как можно посмотреть фильм «Блеф» или «С Новым годом». Автор и режиссёр Ольга Синяева. Спасибо. Спасибо.